Еще раз добрый день всем, друзья! Сразу же продолжаем. Второй матч у нас Даймен против Оливера. Оливер сверху, напоминаю. По никам сложно разобрать китайским. Играет у нас Прист против Друида. Друид похож на обычного на обычного Друида с комбо. Мидрэндж против не менее обычного Приста, но я уже вижу здесь уменьшатера и уменьшатера это уже какое-то необычное вложение в колоду. У нас в Европе очень многие отказались от этого уменьшатера. Очень долго использовались эти ребята в колоде, который придумал Калента. Я на самом деле даже не помню, как Злат Зеталот использовал этих ребят. Но, по сами понимаете, Зеталот это считайте эталон игры на Присте. В каких-то вариациях я уверен он был, но все решили от него отказаться, потому что он слаб. Он плохо разыгрывает. Он выходит на второй ход. И вроде как существо, которое слабо по статам. Играет он довольно-таки интересной колодой. Итак, пеньки. И сейчас есть возможность убить уменьшатера. И сейчас это довольно-таки неплохо сделать. Мы знаем, что кипер играет плохо против пристов, потому что все примерно используют кабалок. Кабалка, кстати, вот сейчас мы видим есть в руке у Фоливера. И чем раньше он разыграет своего кипера, тем дольше он не уйдет в руки Фоливеру. Фоливер думает четвертый ход. Но я думаю, что четвертый ход вполне очевиден. Все-таки тень оставлять на столе это такая серьезная забава. Если он выставит не Аукинайку, это будет слабо. Она даже на размен не пойдет. Да, да, нужно тратить комбо. Куда еще выколоть друиды, если вот не сейчас? Да, отличная игра. Решает добрать. Очень интересно. Просто с ума сойти. Я бы никогда так не сыграл. А что почему? 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 То есть совсем не хочется оставлять Аукинайку. Боится, возможно, флеш-хилов на 5, которые убьют. Ну, тогда можно сыграть. Ну, я не знаю. Все-таки интересная, очень интересная игра. Все-таки слишком боялся Аукинайку. Ну, да ладно. Здесь на самом деле ход по мане. Размен и выходит Деслорд. Деслорд, конечно же, смотрится очень здесь шикарно. Потому что есть в руке Вилен. Вилен усилит его и будет убивать просто практически любое существо, которое выставит Дайминг. Он крепко задумался, но мне кажется, здесь нужно дробовать карту, искать, 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 еще раз искать. Нет, все-таки он разыгрывает Крошера в надежде на хорошее выпадение видим из него. не хочет он разыгрывать Дракона, может быть, понимает, что у него не ушли еще размахи и он сможет как-нибудь скомбинировать, кто знает. А вот то, о чем я говорил на прошлом ходу. Слишком хорошо заходит Вилен. Так себе топ-дек. Конечно, классно было бы просто засалить его и забыть, но 2.8 тоже не очень хорошо смотрится. Да, разыгрывает все-таки он Белчера. в животик и пропускает ход. Животик еще и приобретет одну атаку, что приятно. Не стоит забывать о таком маленьком бонусе. Не понимаю, что он сейчас раздумывает. Наверное, хочет ударить лицом. Думаю, что у него урона слишком, в смысле здоровья слишком много. Интересно. Да, все-таки хочет. Видимо, как-то подрасчитал, что на следующий ход. 4 плюс 6 это немного. Ну да, то есть, если он не похилит сейчас Deathlord, но он его похилит, тут медалки не ходи. Ах, как же не прет, как же не прет. Ну, видимо, комбо сейчас уйдет вся в Deathlord. Вся. и будет добит не будет, 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 будет добит кто-то еще. Может, нужно кабалка. Возможно, нет. Посмотрим, как разыграет здесь тайминг. В любом случае, нужно использовать комбо. Далеко тут не уедешь. Есть еще вариант разыграть Киппера в Сайленс на Deathlord и силой героя и животиком ударит цапка балку. И есть третий вариант словить свайп с лазерного дракона. Тоже такой довольно-таки неплохой вариант. Видимо, он так и хотел, что уж греха таить. Все-таки пристав очень хорош здесь ситуации. у него вся игра идет под его диктовку. Сейчас он может выставить Мариэль, похилить своего Deathlord еще сильнее. Да, так он и делает. Хорошая игра. И Deathlord опять практически в безопасности, если же не будет отдавать комбо. гнев это считай как максимальный топ дек. Можно сейчас с помощью гнева было забрать Deathlord, но вот теперь он все-таки использует комбо. Посмотрим, что выпадет из Deathlord. и это БГХ не самый лучший выход в этой партии. Ну что, надо использовать одну бомбу, они лежат мертвым грузом. Посмотрим на топдек. это у нас животик. Ну да, животик здесь пока пусть подождет своей очереди. Бомба зашла отлично, стол чистый. Дайменг. Ну, в Дайменг не особо много вариантов. Оставляет он Сайленс в руке, не хочет он его тратить раньше времени. Разыгрывает только бойца Дарнаса, который да прекрасно здесь зайдет на самом деле. Его предсмертный хрип уже не важен, потому что 10 мана. Так. Пытается с помощью гнева добрать карт. Убивает с помощью друида когтя Аукенайку, оставляя 1 хп друида когтя. Мы все понимаем, что 1 хп друида когтя против приста. Это довольно-таки скажем так практически не имеет значения, потому что у него нет ни пинга, ни какой-то другой обилки, как у друида. И ему приходится использовать кольцо света, чтобы зачистить этого друида. В крайне неприятно. таврисан неплохо, удешевим карты. свет на ару. Еще одна карта, от которой практически отказались в европейском регионе. Очень интересная. И раньше ее использовали очень часто присты, но сейчас от нее отказались в пользу разумеется флеш-хила. за одну ману все-таки он может нанести под укинайка 5, а на ару все-таки 3. В этом вся разница. Быстро, не думая, разыгрывает, убивает маленькое существо за одну ману. друид когтя, как я понимаю, на таунт. Неплохая игра, и теперь можно еще и в лицом, но лицом биться бесполезно, это же прист. Так что пропускаем. Посмотрим на тут дек приста. Видимо, уже пора на самом деле вырывать друида когтя себе в колоду. Сколько можно ожидать, как говорится. это погребение уже очень-очень-очень долго не могло найти себе цель, и они на самом деле интересны, он хочет добрать еще и сразу кипера. Хорошая игра. Можно похилить Белчера обратно. И сейчас у Дайменга довольно-таки серьезные проблемы, но разыгрывает сразу все две свои карты из руки. И друид когтя. Шикарно, шикарно. Что сейчас здесь выберет у нас Дайменг? Я думаю, можно разыграть все-таки бомбу, почему нет? Она убьет, наверное, зачистит стол. Ну, после того, как пиромант разменяется с у нас крошером, по-моему, это будет довольно-таки выгодно. Посмотрим, что у нас Фоливер выберет. Довольно интересная ситуация. Пиромант не очень хорош, ну, не самое может оказаться полезной карты против друида. Есть только саплинги, но это вряд ли. Да, он так и делает. Сначала разменивается, нет, нужно, конечно же, бомбу сделать. Тогда он 1 хп сэкономит. Ну, видимо, значит, он не хочет разыгрывать бомбу. Да. Хм, видимо, на что-то экономит другое. Может быть, на бума. Может быть, на бума. Или вот еще и на этого друга. Хороший топ-дек. лучший топ-дек для друида. Что уже греха таить. Нужно убивать друида когти. Сейчас, конечно, он так и делает. Особо не думая. Ну, вот к чему привело убийство. Не убийство, скажем так. И сейчас зомби. Зомби. Вкусные зомби. Да, если сравнивать топ-деки сначала дерево, а потом зомби, то немножечко у нас различается. Ну, да, можно подробовать еще. Гневы, по-моему, ушли. Я просто сейчас пытаюсь придумать что-то хорошо заходящее. А бум это хорошо заходящая карта. Шикарно бум здесь ляжет, но все-таки мы помним, что не зря бомбу-то оставил. Это я не понимаю, как играть нужно. Вот фоливер ждет. Так, я сейчас пытаюсь вспомнить, просто одно ли погребение ушло. Да, по-моему, одно погребение ушло, и то есть есть второе, но топдекать его не думаю, что классная затея, и поэтому перестраховавшись, фоливер оставляет бомбу в руке. Ну что, нам нужно, конечно, добивать. Да, так он и делает. понимает, что мана ему хватает. И сейчас Дайменго ждет небольшое удивление. Неприятно, хочется добрать карту, хочется, действительно, и возможно, это и есть хорошая игра. Сейчас он выставит и захилит своего оставшегося таунта, дропнет карту. Очень приятно. и будет надеяться, что не умрет его таунт. Ну, и его клирик все умирает в итоге. Не такое же хорошее везение. И сами понимаете, друид проигрывает, у него нет никаких шансов. И мы переходим к третьей игре. Минуточка, буквально пауза, не расходитесь. Пауза, друид проигрывает, не расходяйтесь. Редактор субтитров Продолжение следует... 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 А это ни много ни мало 26 урона Но все-таки озарение пока что еще нужно Нужно убирать сейчас Туврисана, нельзя давать ему еще раз стоять Отлично здесь факел зашел, его можно использовать И еще раз, наверное, заобузить своего колита Перебора не будет, довольно-таки неплохой ход Что выберет Фоливер? Как по мне, пинковый колит все-таки самый лучший здесь вариант Да, он так и разыгрывает И в лицо Есть, есть вариант Сейчас разыграть, наверное, максимальное количество статов То есть выйдет Харрисон, выйдет Роид Когтя И 5-5 пойти в лицо Да, наверное, это был хороший вариант Но не хочет подставлять под АОЕ соперника своих существ Дайменг правильно делает Ведь Друид Когтя он с рывком, он может нанести еще дополнительный урон И в любом случае, сейчас как бы это ни звучало странно Всегда у Друида я слетал в руке И если сейчас, например, не заморозит он Или не уберет существ со стола Будут большие-большие проблемы Нужно, наверное, отдавать факел Нет, факел нельзя отдавать Потому что я думал, что это уже зажженный факел У меня никогда не было анимированного факела Поэтому мне кажется, что он уже как бы-то пылает А, спорная игра на самом деле Потому что сейчас он проигрывает Но можно было отдать фаербол И можно было отдать стрелу Но это мы видим, что в руке у Дайменга Фу Оливер, конечно же, этого не видит И он проигрывает Быстро очень сыграли эту партию Я думаю, они начнут буквально вот-вот И будет решающая партия Которая решит, кто покинет этот турнир А кто дальше будет бороться за путевку на Близкон На Близкон Дайменг Как будто думает, что творится Фу Оливер готов У Фу Оливера сейчас, как я понимаю Матч Фриз против, если не ошибаюсь, Паладина И Фриз выглядит намного Даже в разы лучше Кстати, раз уж мы тут немного рассуждаем Фриз только что проиграл два матча Но Но-но-но-но-но Паладин все-таки смотрится хуже И скорее матчап для Фриза намного лучше И самая, наверное, приятная изюминка В игре сейчас То, что Фу Оливер уже видел этого Паладина И он знает, как он выглядит И что он разыгрывает То есть, что это за мид Паладин Поэтому ему легче будет Немного ориентироваться в его колоде Он понимает, какие там карты лежат Возможно, эти соперники уже встречались Но тут нужно разыгрывать Ползуна А может быть стоит разыграть сразу кислотного Слизняка Чтобы сгенерировать больше урона Прошу прощения Ну, посмотрим, как он разыграет И это Слизнюк Слизнюк Да, Слизнюк Все-таки понимает Чем больше урона нанесет он магу Тем лучше Но сэкономленная стрела Еще он показывает, что это топ-дек стрела Махает головой домен Понимает Такое Да-да Везет тебя Ну, не знаю Возможно, здесь пауки были бы лучше Все-таки есть два факела И Вот И факел такой, знаешь, еще топ-деком показывает Такой Да-да-да, мне прет Ну, пауки, возможно, были бы лучше Потому что они бы разбились Об существо, которое вышло Но, как мы видим, это существо Вряд ли было бы Собирательным сокровищем Или безумным ученым Это был бы околит И пауки смотрелись бы плохо Смотрим Ну, околит Я на самом деле не до конца понимаю Почему он сейчас хочет разыграть Именно интеллект-чародея Так, возможно, я что-то недопонимаю В этой игре Почему околит смотрится хуже Против существа 1-2 на стол Да, я понимаю, что здесь есть Вот такая вот вещь Как печать королей Но Ох Околит, по-моему, смотрелся просто шикарно Ну, а вот теперь он решает Даже и не трогать Ползуна не хочет трогать на него огненный шар Разыгрывает весь свой добор Довольно-таки интересно разыгрывает Понимает, что Ему, в принципе, плевать на одну Оверкарту, которую получит маг Ему важнее пойти в лицо Серьезно В Ольгар играет очень Так, спокойно Знает, как будто Что ему хватит жизни Ну что, ну пора, наверное Нет, не пора Он не хочет убивать паука Он хочет Удешевить все свои 8 карт в руке И это очень сильно смотрится Просто шикарно И все еще Получает и получает урон Раз за разом И тут уже, как бы, и летал Скоро может прийти На самом деле уже и трусильвер И вторая печать И Надо уже опасаться Ну да, надо паука все-таки убить 5-1 Пинг Пожалеть здесь, наверное, было бы слабо Посмотрим, как разыграет Ну, секрет пинг Смотрится довольно-таки неплохо Может быть Сыграет совсем Как Демонюга А еще и добрать карт Да, он добирает Не боится летала Ну да, действительно, чего бояться Вряд ли на этот ход все-таки он случится А Вот так он играет То есть морозит пауков Летала точно не будет Да, и приходит у нас вожак Вожак И за этот ход К сожалению Ну, это интересно Может быть все-таки стоило отдать Сову Может быть не стоило Но мы понимаем Насколько сложная Насколько тяжелая ситуация У паладина этого Этот старый паладин Который разыгрывался у нас В ладерах Наверное Ну, с полгода назад Не меньше Я уверен Вот так он сейчас играет Против Фризмага И Вряд ли ему что-то светит Очень вряд ли Ведь у Фризмага Целая рука И он может делать все Что ему захочется Я думаю Я думаю Неплохая была бы игра Сыграть оба секрета Пингануть И еще подконтролить Безумным ученым То есть Он не потеряет по столу Не вижу смысла Разыгрывать Близзард Но увидел Этот смысл Видит Фолливер Играет напережение Не хочет Не видит ничего Сейчас на столе Ну, поэтому Ох, какая интересная ситуация Очень интересная Все-таки он хочет Забить стол По максимуму Ну, посмотрим Ну, я Опять же Возвращаясь к тому решению Я бы не потратил Близзард на прошлый ход Все-таки Я оделся бы секретами И Это была бы Довольно-таки Хорошая игра То есть А на этот ход Он уже бы очистил Весь стол Слишком много Сейчас жизни У Мага И На самом деле У паладинов Тают шансы На глазах Фолливер Видите его лицо Серьезное А Доменка Уже потихонечку Волнуется Ого Какую карту он играет Класс Класс Просто класс Ну, какая-то Легенькая Колода Получается Вроде как Вроде как и мид паладин Но топдеки Совсем не заходит Абсолютно ерунда Приходит у нас Дайменгу А с таким везением Не победить Фризмага Фризмаг уже Десятый ход И он Бальяжно понимает Что Потихонечку Он скоро будет Заканчивать эту игру Ну что Потратили он Второй Близзард Я думаю Этого делать Не стоит Да Можно выставить Вестника Рока Можно выставить Секрет Но нет Он играет Второй Близзард Я Если честно Не понимаю Почему он Так Много Внимания Уделяет Этому Мелкому Столу То есть Стоят Парочку Существ За Одну Две Маны И он Прямо Чистит Их С рвением Ну Я думаю Он понимает Больше Чем я В Харстоуне Он сидит Там Привет Привет Я слышу тебя Так Ну Фоливер На самом деле Уже Слишком У него Простая Ситуация Я думаю Сейчас Он просто Сделает Факел В лицо Нет Он уже Решает Отдавать Шары Интересно Интересно А Факел Видимо Зажженный Анимация Так Проигрывается Не стал Он ждать Олег Сразу Хотя Карта У него Осталось Довольно Таки Мало В руке И Уже Можно Считать 3 6 9 10 11 12 И Да Это Практически Уже Летал Все Таки Фольвер Практически Выигрывает И Сможет Побороться На самом Деле За Путевку Дальше Ведь он Выходит Уже В полуфинал Все Размеренно Медленно Ничего Не ошибется Одну За Одной И Заканчивает Ровно Ровно Урон Врон Поздравляем Ив Оливер Увидим Мы его Дальше Увидим Его Фризмага А вот С Дайменгом Мы Прощаемся На Стадии Четверть Финала Итак Ждем Следующий Матч Следующий Матч У нас Будет Если Я не Ошибаюсь Бресс Против Зангбо Или Жангбо Наверное Так правильно Я первый раз Слышу об этих Ребятах Но все Таки Это Четвертый Матч Четверть Финала И Я думаю Китайская Сцена Не перестает Нас Удивлять Я думаю Это будет Хороший Матч Матч Матч